Дом на дамбе. Кто разрешил массовое строительство коттеджей на берегу Днепра под Черкасами? И чем это опасно? Мудная вода. Почему ренненские власти чистят загрязненный водоем только на бумаге? Без единого аккорда в Киев прилетел Элтон Джон. Зачем и где успел побывать? В посылке Железная, это пригоря Торецка, осколком вражеского снаряда убита 15-летняя девочка. Дарья Казимирова получила смертельное ранение прямо во дворе своего дома. В этом году она закончила 9 класс и всего 3 дня назад отметила день рождения. Как все произошло, расскажет наш военкор Игорь Левенок. Красивая девочка была, училась хорошо. Дальше учиться мечтала, выпускной мечтала. Восьмого он не должен быть выпускной после девятого. Горе этой семьи словами не передать. От разрыва мины погибла 15-летняя девочка, внучка Елены Евгеньевны и Виктора Васильевича Даша. Трагедия произошла сегодня около 11 утра. Ребенок пошел в туалет. И пожалуйста. Только присела и пожалуйста. Оно взорвалось буквально полтора часа. Метра два от туалета. Ну вот представьте, что с ребенком. Это произошло в поселке Железное, пригороде Торецка. Последний месяц учебы девочка жила у бабушки с дедушкой и ходила в городскую школу. Пенсионеры говорят, раньше мины и снаряды сюда не прилетали. Какие тут боевые действия? Вот три хаты на улице. Какие тут боевые действия? Вот южная, да, там что-то было. Вот оно где. Там стоят люди где-то. Я не знаю, но в той стороне стоят солдаты. Там, пожалуйста, между собой стреляйтесь. Причем лишители. Первый тревожный звоночек прозвучал вчера, говорит Виктор Васильевич. Вечером в огороде разорвалась первая мина. Утром внучку хотели отправить в город, но Даша попросилась остаться до полудня, чтобы приготовить обед. Даша готовила кушать, там в доме была. Я ночью пытался стекло поставить в доме. Взрыв, пыль, дым. Подхожу сюда, думаю, о, туалет мне поломало. Чуть ли не завалило дверь, приоткрываю, а она лежит там, внучка. Все. Армейцы установили. Поселок Железное обстреляли из временно оккупированной Горловки. Из Донецкой области Игорь Левинок, Вадим Ревун, Игорь Щепет. Подробности. Телеканал Интер. По делу об убийстве каждого ребенка на Донбассе должно быть открыто уголовное производство. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Герасченко. По ее словам, такие факты Украина должна использовать в иске против России в международных судах. Украинского журналиста Романа Сущенко могут приговорить к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин. По словам защитника, в московском городском суде сегодня проходили прения сторон по делу украинца. Обвинение просит для Сущенко 14 лет лишения свободы. Но окончательное решение судьи вынесут 4 июня. На судебный процесс отреагировали и в украинском МИДе. Спикер министерства Марьяна Беца на своей странице в Твиттере назвала дело политически мотивированным. Украинские дипломаты требуют срочно освободить незаконность заключенного украинца. Напомню, Сущенко задержали 30 сентября 2016 в Москве. Сотрудники ФСБ России обвиняют его в шпионаже. Якобы журналист является сотрудником главного управления Минобороны Украины. Евросоюз призвал Россию взять на себя ответственность за сбитый над Украиной малазийский Боинг в 2014 году. С таким заявлением в Брюсселе выступила верховный представитель ЕС Федерико Магеррини. В авиакатастрофе, напомню, погибли 298 человек. Чего ждут от России, расскажет Елена Абрамович. Взять на себя ответственность и помочь установить виновных в крушении пассажирского самолета. С таким призывом к России от имени Евросоюза выступила Федерико Магеррини. Основанием стал промежуточный отчет Объединенной Следственной Группы, а также официальное обвинение России Нидерландами и Австралией. Для нас очень важен результат расследования. Вы знаете, что Европейский Союз всегда полностью поддерживал следствие. Все 28 государств ЕС в который раз подтвердили свою абсолютную поддержку выводам этого расследования и всем усилиям, направленным на выявление виновных. Мы призываем Россию взять на себя эту ответственность и присоединиться к установлению виновных. Впрочем, президент России не раз заявлял, что не доверяет расследованию. После обвинения со стороны Нидерландов и Австралии повторил. Результаты сомнительны, поскольку Россию не допустили к расследованию и аргументы Москвы не приняли во внимание. В Брюсселе такой реакцией не удивлены. Провести быстрое прозрачное расследование в международном трибунале ООН было невозможно из-за вета России. И теперь она критикует это расследование, что тоже нечестно. Но я верю, что придет время, хотя в это тоже сложно поверить. И виновные будут привлечены к ответственности. Наказания виновных ждут и родственники. Жертв авиакатастрофы от Москвы требуют 330 миллионов долларов. Соответствующий иск уже в Европейском суде по правам человека. О причастии России к рушению Боинга говорили и в НАТО. В то же время генсек организации заверил, Альянс ищет общий язык с Москвой и ждет политического диалога. Из Брюсселя Елена Абрамовича, Евгений Каминский и подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Только для ответного удара противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» будут использоваться украинской армии исключительно в случае провокации или полномасштабного наступления боевиков на Донбассе. Об этом на своей странице в Фейсбуке заявил президент Петр Порошенко. Глава украинского государства подчеркнул эффективность нового оружия. Напомню, противотанковые комплексы наша страна получила от США еще в начале мая. Всего в Украину прибыли 37 орудий и 210 зарядов. На прошлой неделе их успешно испытали на одном из полигонов ВСУ. Цена безопасности Польша решила потратить 2 миллиарда долларов, чтобы построить на своей территории американскую военную базу. Это предложение Варшавы уже обсуждают в Вашингтоне и осуждают в Москве. Все детали выяснял Дмитрий Анопченко. Польский план прост – гарантировать свою безопасность за счет того, что на территории страны будет размещаться постоянно действующая база армии США. И Варшава не просит, чтобы Америка все это профинансировала, а готова от полутора до двух миллиардов долларов выделить из своего бюджета. Построить военные объекты и госпитали, дома, школы и спортивные залы для персонала базы и их семей. Как выяснила американская пресса, это предложение уже направлено в Конгресс и Белый дом. И здесь, в Вашингтоне, оно явно встретит одобрение. Ведь одно дело, когда союзник просит финансовой помощи, и совсем другое, когда готов большую часть расходов взять на себя. И американскому военному ведомству придется только создать новое подразделение и направить туда солдата и офицеров. Причем речь идет о размещении целой дивизии. А по армейским правилам это от 12 до 25 тысяч человек. В Соединенных Штатах официальных комментариев пока нет. Тут сегодня праздничный день. А вот в России уже разразились гневными заявлениями. Мол, пытаются отговорить Варшаву, а если не удастся, пойдут на ответные меры. Вот только что именно в этой ситуации способна сделать Москва, не уточняется. Но эта риторика способна только раззадорить конгрессменов, когда дело дойдет до обсуждения в Сенате. Ну а глава Пентагона Джеймс Мэттис уже заявил, что американское военное ведомство готово нарастить свой контингент в Польше. Поэтому польский план может быть реализован уже в 2019-м. Благо военный бюджет США еще только согласовывают, и в него можно внести правки. И Америка, похоже, внесет свою лепту, раз уж сами поляги готовы на миллиардные траты. Из Вашингтона Дмитрий Ановченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Северный поток-2 – гибридное оружие, нацеленное против ЕС и НАТО. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий во время выступления в польском сейме на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве. По его словам, Северный поток-1 позволил России собрать средства для развития армии, а после для агрессии против Украины и Грузии. Напомню, газопровод «Северный поток-2» будет проложен из России в Германию по дну Балтийского моря. Противники проекту утверждают, что он увеличит зависимость Евросоюза от Газпрома, который уже поставляет около трети объемов топлива в ЕС. Генсак НАТО Йенс Столтенберг ожидает скорейшего решения языковой проблемы, возникшей между Украиной и Венгрией. Об этом заявил во время заседания парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве. Политик также сообщил, что сегодня в Брюсселе состоится заседание комиссии НАТО-Украина на уровне послов, которое Венгрия не блокирует. Напомню, Будапешт официально инициирует в Североатлантическом альянсе пересмотр всех программ поддержки Украины и третий раз блокирует проведение комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к украинскому закону об образовании. В Одесской области пассажирский поезд столкнулся с микроавтобусом, погибла женщина, еще три человека получили травмы. Водитель Ниссан проигнорировал световые и звуковые сигналы и выехал на переезд. Поезд, который двигался со скоростью 115 км в час, не успел затормозить и сбил микроавтобус. В салоне было пятеро пассажиров, погибла женщина, двое детей в больнице в тяжелом состоянии из-за аварии. Приостановили движение поездов Одесса-Киев и Одесса-Еремчи. Неписанные законы под Черкассами уже больше десяти лет идет полномасштабная застройка водозащитной дамбы. Коттеджные городки и фешенебельные виллы растут на берегу Днепра, словно грибы после дождя. И это при том, что подобные застройки на территории запрещены, продолжит Станислав Кухарчук. Это обычный днепровский песок, но здесь, в районе села Свидевок, его односотка исчисляется в тысячах долларов, а счастливым обладателем сулит просто райские условия. Собственный дом в Сосновом лесу, да еще и на берегу Днепра. Дома здесь на любой вкус, от обычных коттеджей до роскошных вилл. Замначальник управления водных ресурсов рассказывает, в середине прошлого века здесь построили водозащитную дамбу. И любое строительство в этом районе попросту опасно. Дома в любой момент может смыть в Днепр. Все строительство, которое ближе 100 метров, 116 метров до дороги, которая прокладана по гребеню дамбы, то есть порушение чинного законодательства. Ну а это мы видим капитальное строительство до самой воды. Массовая застройка началась после того, как в начале 2000-х областные власти расширили границы села Свидевок. И дамба стала его частью. Этот участок тянется от дороги до самой реки. Собственники уже подвели газ и свет. Вход на территорию под охраной. Добрый день. Добрый. Сторожаете? Да. А что это тут? Часная собственная. Местные жители Свидевка жалуются. Из-за заборов, уходящих в Днепр, мало осталось мест, где можно подойти к воде. Все забрали. Все застроили. Ну там рыпать все туда нечего. Там прокуратура. Там большие люди построились. Если у них все права, все это. Попробуй его сбухать. Два года назад местного председателя даже поймали при получении почти 200 тысяч долларов за помощь в оформлении участка на дамбе. Но дело так ничем и не закончилось. Светлана Волк на свободе и продолжает руководить сельсоветом. Пока председатель в отпуске, секретарь уверяет, землю выдавали законно и прозрачно. Ну вы же знаете, что каждая людина имеет право на выделение земельных делянок под ОСГ, под дачное строительство. Независимо от того, где она приписана. Это по согласию с законом. Едва успеваем отъехать от сельсовета, нам звонит один из собственников дачного участка. Вадим Баранцов, глава общественной организации. Ему и 16 товарищам сельсовет выделил на дамбе почти полтора гектара. Но не бесплатно. По социальному договору пришлось сделать в местной школе ремонт на полтора миллиона гривен. Там мы никаким не ведем будивництво и не будет будивництво везтися. Мы рассматриваем это как инвестпроект Черкасьской области. Мы хотим сделать нормальную базу отпочинка. Никаких баз кооперативов дач на дамбе быть не может, настаивают в прокуратуре. Мол, территорию дамбы областные власти изначально не имели права передавать сведевку. Сейчас это решение оспаривают в судах. Треба же довести, что землянка самоводного фонда и государственного значения была незаконно распоряжена органами местного самоврядувания. Если прокурорам удастся доказать незаконность передачи дамбы, то все уже построенные на ней коттеджи и виллы необходимо будет снести. А подобных прецедентов в Черкасах не было. Станислав Кухарчук, Павел Тивошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Ульяна Супрун должна отчитаться о реализации медреформы в профильном комитете по вопросам соцполитики. Об этом заявил его главы комитета Сергей Каплин. Он напомнил, что именно в этом комитете был согласован проект закона о медреформе. Поэтому нардеп требует отчета руководителя министерства, причем не только перед парламентариями, но также в присутствии медиков и пациентов. Кроме того, Каплин настаивает, необходимо тщательно проверить, как реализуется нововведение. Для этого будет создана специальная мониторинговая группа. Аспекты реформы, которые сейчас реализуются. Но куда идут деньги, или довольны лекарь, руководители лекарств и, главное, пациенты. Я не позволю, чтобы часть государственного бюджета, больше того, часть ВВП, вытрачалась марно. Озеро Нечистот. В одном из водоемов в Ривне обнаружили целый букет из бактерий и опасных паразитов. Специалисты категорически запрещают купаться. Более того, если не принять срочных мер, озеро может превратиться в болото. Почему местные власти чистят водоем только на бумаге? Об этом далее в материале. Кишечную палочку специалисты лабораторного центра обнаружили в воде Басового Кута. В последние годы этот искусственный водоем превратился в настоящий рассадник вредных бактерий и микробов. Мусор, дохлая рыба, канализационные стоки. Но люди все равно там купаются. Одна из причин загрязнения водоема – канализационные стоки. Их сбрасывают жители дорогих коттеджей, которые быстро растут в природоохраняемой зоне. Место чудесное. Вот только когда землю раздавали под застройку, никто не подумал о создании коллектора. Стоки текут в озеро вот по таким трубам, рассказывают местные активисты. Секретарь горсовета признает, водоему присвоен четвертый уровень загрязнения из пяти возможных. А вот как с этим бороться – не знает. Для того, чтобы запомпировать несанкционные выходы, нужно або опускать достаточно сильный уровень водосховища. Если просто опустить воду, то все может привести до незворотных наследов и перетворить басикузское водосховище просто поступово в болото. Активисты возмущены. Местные власти ничего не делают. В Горсовете оправдывается, мол, второй год подряд разрабатывают комплексную программу. Планы грандиозные, но только на бумаге. Мы хотим фактически строить ряд гидротехнических споруд, начиная от несколько шлюзов, которые позволят регулировать течию водосховища и речки. Это нужно строить специальные коллекторы. Вот и выходит, пока власти строят планы, как спасать озеро, вода в Басовом куте становится все грязнее. А жители города фактически лишились места отдыха. В Львове загорелась маршрутка. Это произошло на конечной остановке, когда все пассажиры вышли и в салоне был только водитель. Он заметил, что из-под капота валит дым, но через пару минут произошло возгорание. Водитель воспользовался огнетушителем, но это не помогло. Пришлось вызывать пожарных. Через 8 минут микроавтобус полностью сгорел. Причины ЧП устанавливают в полиции. Пластиковые пакеты, одноразовая посуда и прочий мусор. Все это складируют жители села Васильевка в Днепропетровской области буквально возле жилых домов. Последний раз отходы вывозили там лет 30 назад. Почему село постепенно превращается в свалку, выясняла Елена Миндалюк. Каждое лето жители Васильевки затыхается тот вони, который исходит от свалки, тот дыма, когда она горит. Если месяц жаркий, спасатели приезжают сюда по несколько раз. Селяне боятся, что огонь в любой момент может добраться до их домов. Ведь свалка всего в нескольких метрах. В селе Васильевка дома в несколько этажей. Есть все коммуникации. А вот о вывозе отходов никто не подумал. Люди годами сносили отходы на этот участок. Когда был колхоз, мусор убирали. Теперь делать это некому. Пока был колхоз, еще мой батько покойный. Он делал на тракторе. Такий трактор у него был госиничный. Вот то, что вывозилось. Тогда началось отнековаться. Ой, мы не заедем. Ой, мы провалимся. Ой, мы, ой. А теперь вот такое случилось в нашем селе. За 30 лет гора отходов достигла 5 метров в высоту. И разрослась более чем на 5 соток. Одна машина, да, близко, скажем так, по затратности близко 800 гривен погрузить. Тут машин 50-60 точно будет. То есть, да, до 100 тысяч, если бы. Ну, конечно, наши власти могут заработать это и в миллион. Четыре года пришло. Никто ничего, и палец палец на дорогу. Местные жители забросали сельсовет жалобами. Но слышат лишь обещания. Мало что изменилось и после децентрализации. Васильевка стала частью Солонянской объединенной территориальной громады. Все, что смогли, установили мусорные баки. Как остаток бюджета будет. То есть, мы по месяцам расписали это. На сентябрь-октябрь месяц. Потому что все реально понимают, что сейчас при жаре его не вывозят. Звоняет нужная компания, которая будет вывозить. В бюджете в этом году это заложено. А вот глава объединенной громады говорит, что денег на утилизацию отходов в бюджете пока нет. Мало того, к нему даже никто не обращался. За два года имеется вопрос, никто не поставил из жителей села Васильевка. Бюджет тоже не безграничный. Если это вопрос будет решаться, то, может быть, на сходке надо какое-то долевое участие людей. Поскольку придется сбрасываться людям, да и вообще возьмутся ли наконец-то чиновники расчищать территорию. Пока вопрос. Елена Медалюк, Евгений Конецов. Подробности. Телеканал Интер. Днепропетровская область. Днепропетровская область. Мы будут обсуждать отказ КНДР от ядерного оружия, но детали разговора пока не согласованы. Испанский парламент назначил голосование о недоверии правительству. Рассматривать этот вопрос будут в четверг и пятницу. Все из-за крупнейшего коррупционного скандала, в котором фигурирует Народная партия премьер-министра. На прошлой неделе бывшего казначея полицилы признали виновным в финансовых махинациях в пользу партии. Политическую организацию оштрафовали, но никаких нарушений со стороны нынешнего руководства не обнаружили. В американском штате Мэриленд власти объявили чрезвычайное положение. Из-за сильных ливней затопило город Эликотт. Вода достигла уровня второго этажа в жилых домах. Люди были вынуждены перебраться на верхние этажи и вывесили флаги с надписью «СОС». Тем временем в штатах Алабама, Флорида и Миссисипи готовятся к мощнейшему урагану Альберта. Он приближается к восточному побережью США. Эксперты уже подсчитывают возможные убытки и они могут составить около миллиарда долларов. Во многом из-за того, что туристы спешно покидают небезопасные территории. Мы попробуем уехать домой уже завтра, но увидим, как будут развиваться события. Я не думаю, что мы уедем. Я думаю, мы останемся и как-то переживем. Мы справимся. День с Элтаном Джоном в Киеве. Всемирно известный музыкант принял участие в благотворительной акции по профилактике и борьбе со СПИДом. Для этого специально приехал в Украину, как все было, расскажет Наталья Шумакова. Легенда мировой музыки. Сэр Элтан Джон прилетел в Украину. За свою карьеру он дал более 4000 концертов по всему миру. Но сегодня он не будет петь. У музыканта совсем другая миссия. Элтан Джон приехал в Киев как участник борьбы с ВИЧ. С самого утра на территории арт-завода «Платформа» собрались сотни поклонников, чтобы увидеть музыканта. Его встретили аплодисментами. Но первым делом Элтан Джон встретился с волонтерами. А затем пообщался с людьми с ВИЧ-позитивным статусом. Приехал музыкант по приглашению фонда Елены Пинчук. По его словам, в Украине он не был 6 лет, но очень любит нашу страну. Я очень рад вернуться назад в Украину. Сейчас с помощью Елены и Виктора, а также фонда Елены Пинчук, мы работаем вместе, чтобы обеспечить более здоровый образ жизни людям, которым поставили диагноз ВИЧ, чтобы они могли полноценно жить в Украине. По данным фонда Елены Пинчук, в стране ежедневно выявляют около 50 случаев заражения ВИЧ. И вирус зачастую уже перешел в стадию СПИДа. Дабы привлечь внимание к проблеме, музыкант решил провести акцию под названием «День с Алтаном Джоном». Все деньги, которые удастся собрать, будут направлены на создание центра для людей с ВИЧ. Мне кажется, это потрясающе прошло. Очередной очень важный визит для Украины. Он очень любит Украину. Для него это очень важное место, где его сердце. И он обещал, что он будет продолжать помогать нам бороться со СПИДом в Украине. Я думаю, мы сможем реализовать еще очень много интересных и важных проектов. Алтан Джон занимается проблемой борьбы с ВИЧ около 20 лет. В 92-м музыкант даже основал свой фонд. С тех пор ученые нашли эффективные методы и диагностики и лечения этого заболевания. Главное – выявить вирус вовремя. Не откладывать тесты призывают и волонтеры. Тем более, что процедура занимает всего 10 минут. Проводят ее совершенно бесплатно. И все происходит анонимно. После забора крови через 10 минут человек приходит и узнает результат. Для молодежи провели игры и тесты. А для певца устроили необычный флешмоб. Несколько сотен человек вместе спели песню «Can you feel the love tonight?» Эта песня в свое время стала настоящим хитом. В 95-м была удостоенная премии «Оскар». Всего на счету у Алтана Джона 31 платиновый и 38 золотых альбомов. Сами участники флешмоба признаются – подготовились за несколько дней. Он, конечно, бесподобный. Это очень здорово, когда тем более такой человек, такой высшенный мировой сэр, признанный всей планетой, приезжает в нашу страну, приезжает на это прекрасное мероприятие. И призывает действительно всех украинцев быть более лояльными, относиться бережно к себе, к своему здоровью. Но это нереально. Он нереально, от него такая энергетика. Он, конечно, ну... Это алканжон. В январе этого года Алтан Джон сообщил о своем прощальном мировом турне. Но с Украиной не прощается. Вскоре пообещал снова навестить нашу страну. Наталья Шумакова, Сергей Коваль. Подробности, телеканал Интер. Как нелегал спас ребенка в Париже и каким образом в Агайе украли целый дом? Об этом они только дали в нашем обзоре. Крупнейшую в мире признаводную жемчужину продадут с молотка в нидерландской Гааге. За почти 300 лет своего существования она сменила много владельцев. Принадлежала и купцам, и элитным ювелирам, и европейским правителям. Из-за характерной формы жемчужину назвали спящим львом. Торги состоятся уже в четверг. Со спящего льва надеются выручить не менее 340 тысяч евро. Французский спайдермен. В Париже прохожий спас свисающего с балкона ребенка. Мужчина без какого-либо специального снаряжения за несколько секунд вскарабкался на пятый этаж дома и подхватил малыша. Видео разместили в интернете. Спаситель оказался нелегальным мигрантом из Мали. Но за богородный поступок его собираются наградить французским гражданством. Сегодня героя даже принял президент Франции Эммануэль Макрон. Женщины платят почти на 50% больше, чем мужчины за базовые элементы гардероба, посчитали британские эксперты. Для этого они сравнили цены на обычную белую футболку в женском и мужском отделе наиболее популярных в стране магазинов. Оказалось, что одежда для дам стоила до 45% дороже. При этом на мужские вещи идет больше материала. Эксперты называют это розовым налогом, скрытой наценкой на женский ассортимент. У жителя американского штата Огайо украли загородный дом. Роджер Пеннингтон купил себе небольшое жилище в лесу, чтобы отдыхать там на пенсии. Но во время очередного визита не обнаружил его. Вместе с домом пропало и имущество общей стоимостью полторы тысячи долларов. От пустого участка уходили следы шин. Роджер считает, что кражу совершил бывший собственник жилища. Его когда-то отбирали у мужчины из-за неуплаты налогов. Оператор американского канала 8 News свалился в пруд прямо в прямом эфире. Камерамен снимал, как журналистка плывет на байдарке, оступился и упал в воду. Через несколько секунд оператор реабилитировался и снова направил камеру на напарницу. Корреспондентка лишь посмеялась и сразу передала ведущим, что с техникой все в порядке. Коллеги также отшутились и еще долго обсуждали инцидент в студии. Лава на Гавайях приближается к последней дороге, пригодной для эвакуации. В ловушке могут оказаться тысячи людей. Вулкан Килауэ извергается уже почти месяц. Фонтаны раскаленной лавы бьют из десятков трещин в земле. Извержение уже уничтожило 80 зданий. В воздухе накапливаются токсичные газы. Ученые предупреждают, подземное давление только повышается, и мощное извержение уже неизбежно. В США отмечают День поминовения. В стране чтут память американцев, погибших в вооруженных конфликтах за всю историю страны. Вначале колонна мотоциклистов проехалась по Вашингтону в память о безвести пропавших военных. Потом начался парад ветеранов. Президент США Дональд Трамп сегодня примет участие в церемонии возложения венков к могиле неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище. Официальные мероприятия пройдут и в других регионах страны. После матча Лиги чемпионов в Киеве Украину покинули 30,5 тысяч иностранных болельщиков, а всего их приехало в нашу страну свыше 50 тысяч. Таковы данные украинской госпогранслужбы. Команда победителей «Реал Мадрид» прилетела домой вчера, как их встретили на родине. Далее в нашем материале. Вот так Мадрид встречает победителей. На центральную площадь Сибелес отпраздновать победу родного клуба пришли десятки тысяч испанцев. Градус восторга зашкаливает. Такого массового ликования не увидишь ни в национальные, ни в религиозные праздники. Под уже традиционную для подобных мероприятий песню группы Queen «We are the champions» капитан Реала Серхио Рамос и защитник Марсело Виейро гордо поднимают кубок Лиги чемпионов. Это уже 13-й трофей в коллекции футбольного клуба. По сложившейся традиции игроки повязывают шарфик «Реал Мадрида» на шее богини Сибелес. Ну а дальше проезд с кубком по улицам Мадрида на крыше двухэтажного автобуса. Впрочем, главная часть праздника впереди. К вечеру на стадионе Сантьяго Барнабео трибуны заполнены до отказа. Фанаты ликуют. Тут атмосфера не менее торжественная. В небо взлетают фейерверки, а на спортсменов опускается белое облако из конфетти. Они сказали, что выиграть снова будет невозможно. Но вот спустя год мы здесь и мы опять празднуем победу. Они сомневались в нас после того, как мы второй раз подряд выиграли Лигу чемпионов. Но черт возьми, мы забрали этот кубок в третий раз. Единственное, что омрачает торжество, это слухи о том, что звездный форвард команды, португалец Криштиану Роналду, вскоре может покинуть «Реал Мадрид». Об этом он намекнул на пресс-конференции в Киеве. Останься Криштиану, скандируют фаны с трибун. Но футболист свой возможный уход не комментирует. По крайней мере, пока. Большое спасибо. Для меня это очень важно. Я чувствую себя комфортно в атмосфере этой любви и страсти, которую вы демонстрируете во время матчей и на улице. Игроки команды, как и весь персонал, который с нами работает, мотивируют меня ежедневно совершенствоваться. Мне нравится побеждать в этой команде, ведь с такими игроками невозможно не выиграть Лигу чемпионов. Так что спасибо вам, Мадрид. 26 мая в Киеве на Олимпийском стадионе состоялся финал Лиги чемпионов УЕФА. В зрелищном поединке с английским Ливерпулем победу одержал испанский Реал Мадрид. Для клуба эта победа стала третьей подряд. Ранее команда Зинадина Зидана выиграла Лигу чемпионов в 2016 и 2017 годах. Алиса Орлова. Подробности. Телеканал Интер. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.юэй. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи.